Привет, народ! И сейчас будет вторая миссия в типографии в GTA Vice City. И сразу же хочется сказать то, что мне нужен вертолёт, так как это, ещё раз повторюсь, вторая миссия. И она будет связана с Курьером. Здесь будет кое-что, что нужно будет протестировать опять же. И мы приступим к этой миссии буквально через одну минуту. А пока что рекламка. Все мы всегда ищем халяву. Но где же её достать, когда Спектр не проводит никакие раздачи? Есть такой канал на ютубе, называется LamarPlay. Чувак здесь проводит еженедельные раздачи игр, а также выпускает ежедневные топовые видеоролики. Здесь вы можете, конечно, с ними ознакомиться. Ссылка на канал находится в описании к этому видеоролику. Подписывайтесь, участвуйте в раздачах и желаю вам удачи. Я отвернулся всего лишь на секунду и посмотрите, что я увидел. Вау, ВСПД Мэверик! Господи, его никогда не видел. Жалко, кстати, разработчики GTA Vice City, то есть Rockstar Games, не вели чит-код на вертолёт. Поэтому за этой бандурой мне пришлось ехать для начала. Итак, давайте миссия у нас с вами называется... Я не знаю, как в английской версии она называется. Hit the Courier. Она называется убить курьера. Итак, первое, что я хотел бы протестить этой миссии. Курьер с чипами скоро прибудет. Какого хрена Томми не сел сначала? Итак, первое, что я хотел проверить... Точнее, не я хотел проверить, а один из подписчиков, опять же, мне заказал такое дело. Спектр, откуда, собственно, этот вертолёт с курьером-то прибывает? Слушай, братан, так я сам не знаю. Давай прямо сейчас-то проверим. На то и существует рубрика экспериментов в GTA Vice City. Кстати, подписывайтесь на канал, если вы новенький, и ставьте лайк на видеоролик, если вы старенький или старенький новенький подписчик. Короче, вы меня поняли, надеюсь, да? Сейчас мы летим к тому самому вертолёту, который у нас прибывает со стороны маяка, как мы видим, да? То есть у него нет никакого, скажем так, места старта, да? Видите, он уже, по сути, у нас летит. Соответственно, он прибывает просто со стороны маяка. Мы не можем его сбить. Мы не можем его сбить просто так, как вы уже понимаете. Поэтому сейчас мы сделаем это всё более традиционным способом. Нет у него никакого пункта посадки. Соответственно, он просто из ниоткуда у нас возникает. Кстати, у нас тут маленькая проблемка. У нас тут женщины на нас ополчились. Феминистки проклятые. Пошли вон отсюда. Здорово. Один из подписчиков мне сказал уничтожить вертолёт до его приземления. Давайте мы сейчас это сделаем. You destroyed the plates in the explosion. Соответственно, мы не можем уничтожить этот вертолёт, пока он находится в полёте, как вы понимаете. Если, кстати, вам до сих пор становится мало от того, что типа спектра... Какого чёрта ты утверждаешь, что вертолёт-то у нас, по сути, уже летит? Может быть, он взлетает с того самого момента, где находится вертолёт с пулемётом, когда мы проходим игру на 100%. А нет, не на 100%. Когда мы собираем все спрятанные пакетики. Хорошо, прямо для вас я сейчас делаю исключение для таких неверующих. И сейчас я заново возьму эту миссию, и мы на карте вместе с вами посмотрим точку, с которой стартует этот самый вертолёт. Мгновенно я забрал эту миссию. Секунду. Ага. Вот, мгновенно я забрал эту миссию. А теперь мы можем посмотреть на карте. Вот отсюда у нас стартует этот самый вертолёт. Как вы можете понять, он находится уже на уровень выше, чем мы. Соответственно, он уже находится наверху. А также точка, на которой появляется вертолёт с пулемётом, она находится вот здесь, вот рядом с имьюнейшеном где-то, да? То есть, получается, он стартует с этого самого маяка, и потом уже только добирается до доков. Соответственно, старт его начинается уже в полёте. Ну, а сейчас мы протестим следующую вещь. Поехали. Итак, в общем-то, назревали такие вопросы, которые тестировать иногда не особо хотелось, но всё-таки парочку из них мне придётся, наверное, затестить. Итак, у нас прибывает курьер с клише, который нам нужно сейчас достать будет, да, как вы понимаете. Есть также ещё одна новость, да, которая прошла тут у меня в комментариях под одним из видеороликов. Что будет, если убить курьера? Как вы понимаете, сейчас речь идёт немного не об этом. После того, как мы убиваем курьера, он бросает чипы. Но также в доках находится охрана. Давайте протестируем, что будет делать охрана, как только мы уничтожим курьера. Я, соответственно, не буду убивать всех этих женщин-феминисток. Я не понимаю, какого чёрта, кстати, вообще женщины забыли в этом задании. Там женщины-снайпера, женщины, не знаю, там, просто с дробовиками. Томми, Томми, не пугай так, пожалуйста. Серьёзно. Это не смешно. Ну, значит, мы сюда сейчас прибываем. И здесь есть ещё одно дело. Тут нас находятся адмиралы, которые надо все уничтожить, чтобы курьер не смог далеко от нас уйти. Давай мы это сейчас сделаем. Так, всё готово. Снайперов гасим. Вау, смотри, как от первого лица происходит. Вау, окей он. Итак, вот, значит, прибывает у нас этот самый курьер. Давайте, я избавлюсь от полиции. Заколебал это радио, потому что уже... The plate of courier has fled in the helicopter. Ага, то есть, получается, в этой миссии курьер ещё может просто так улететь, получается? Что? Серьёзно? Окей, ладно, давайте я сейчас перепройду этот момент и посмотрим на него уже другими глазами. Итак, опять прибываем на это самое лошадиное ранчо, где мы сейчас будем расправляться с этими самыми женщинами-феминистками, только нужно захватить сначала броню, дабы не было никаких проблем. В общем, как вы понимаете, адмирала уничтожать мы не имеем права, пока курьер не высаживается с вертолёта. Кстати, самое интересное то, что курьера можно было, наверное, убить, пока он находился в вертолёте. Я не знаю, почему я этого не сделал, но неважно, можно переделать сейчас сценарий и сделать всё немного по-другому. Итак, начинаем, короче, гасить этих самых женщин-феминисток, пока они не загасили нас. Вот так вот, вот так вот. Отлично, всё, теперь всё нормально. Нет, не нормально, тут у нас ещё женщина-феминистка. Пошла вон отсюда. Ждём, короче, когда курьер у нас прибудет сюда. Так, я не всех убил, да? Или всех я убил? Да, походу я всех убил, слышь. Надеюсь, она сейчас не запалит то, что здесь происходит. Эй-эй-эй! Что? Они не выходят из вертолёта. Томми, я понимаю, что сейчас время приседаний, но что ты делаешь? Я не могу его контролить, чуваки. А, вот, теперь могу. Мы не можем сесть в этот вертолёт. Срабатывает какая-то кривая анимация, после которой Томми начинает падать постоянно. Кстати, сейчас, походу, у нас будет миссия Mission Failed. Зашибись. Вот, собственно, этот самый курьер прибывает. На этот раз я почти никого не убил даже. Мне самому, конечно, неприятно об этом говорить, но такое действительно есть. Ага. Давай, курьер, выходи. Ну, курьер, давай, выходи. Сколько можно ждать? Всё, курьер появился, отлично. Уничтожаем адмирала, нафига. Всё, мы с вами уничтожили всё, что можно. Теперь давайте я пропишу чит, leave me alone. И мы с вами начинаем. Итак, вот, значит, эта самая курьерша, да? Давайте мы её грохнем. Get the plates! Ага, один из охранников подобрал клише. Собственно, подписчик оказался прав. Действительно, после убийства курьера миссия-то ещё фактически не заканчивается. Да, я имею в виду то, что охрана будет подбирать эти самые клише, которые нам нужно будет потом заново красть. Соответственно, убивая уже другую чувиху. Итак, собственно говоря, давайте мы её сейчас зарежем таким нетрадиционным довольно способом, да? И, в общем-то, всё. Здесь больше ничего не происходит. Мы взяли с вами клише. И теперь можем спокойно направляться. Больше в этой миссии тестировать нечего. Private business, you're not welcome. Что сказать? Ну, это будет вечно, да, продолжаться? А, косая дура! Вау, как она подлетела зато красиво. Возможно, здесь есть ещё один вариант, который я забыл. Я думаю, вы уже понимаете, какой. Что будет, если проследить за курьером, да? Кто-то сейчас скажет. Кстати, на этой миссии находится редкий адмирал, как и на миссии телефонной номер 4. В аэропорту там есть чёрные адмиралы, которые мы никогда больше не найдём с вами в этой игре. А здесь, по-моему, находились коричневые адмиралы, если я не ошибаюсь, которые также мы нигде больше не найдём, кроме как на этой миссии. Самое интересное то, что я не протестил ещё одну вещь, и тестить её не буду, чтобы если проследить за курьером в этой миссии, да? Они же потом садятся в адмирал и куда-то от нас едут. Мне хочется вас расстроить, но они абсолютно никуда не едут. Я уже это делал, я уже это тестил. Я это тестил давным ещё, давно. Вот. И действительно, они никуда не едут. Они просто будут пытаться отвязаться от нас, скажем так, в этой автомобильной погоне. Поэтому ничего абсолютно не произойдёт. Я протестил всё, что мог в этой миссии. Если что-то я забыл, это войдёт в рубрику экстра, как только я протещу всё. Поэтому сейв с этой миссии я сделал заранее. Вот. С вами был Спектр. Огромное всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк на видеоролик. Заходите на канал LamarPlay. Чувак проводит еженедельные раздачи. Вам повезёт. Возможно, вы выиграете что-то. И, конечно же, всем пока-пока-пока. Кстати, да, совсем забыл сказать такую маленькую вещь. Народ, предлагайте свои варианты, что мне протестить следующих миссий в GTA Vice City. У нас с вами осталось их не так много. Это последние две миссии. А также телефонная миссия под номером 5. Два задания Фелла Кэсседи. И, возможно, вы найдёте что-то ещё. Вот теперь на этом точно всё. Всем пока! Пока!